привет друзья я дарья поздняк сегодня мы будем рисовать маккарту я вам покажу прошлую карту вот такая вот и в этом же блокноте у меня то осталось место сейчас мы будем рисовать следующую еще я вам хотел рассказать пару штучек которые я сегодня сделала чтобы удобнее чтобы записывать звук через микрофон мне в моей подставке пришлось поковырять дырочку чтобы туда подключался микрофон так что у нас сегодня хороший звук и еще лайфхак про мою большую коробку акварели смотрите вот такая коробка вот здесь было еще одно крыло вот такого же типа дополнительная палитра но у меня сейчас очень много места занимает эта коробка и я пыталась уменьшить в общем сбоку вот тут я воткнул какой-то металлическим крючочком подцепила трубочку трубочка вылезла и я смогла спокойно отцепить вот эту вторую крыло вот так она меньше места гораздо занимает и мне так больше нравится я бы как предпочла бы сейчас еще меньше коробочку чтобы я вот сюда могла и положить но 2 коробка мне в геленджике так что терпите к сожалению не смогу вам показать как я тут что мешаю на попробую вот в этом кусочки вот попробуем отрисовку тоже буду делать с вами ну и заодно как всегда вам болтать обо всем давайте попробуем сто лет видео не снимала как-то мне видно все хорошо видно так блокнот не трогаем окей сегодня я буду рисовать карту тоже еще одну карту море чем-то она будет даже похоже на которые вам только что показывала так ну что я хочу сказать у меня нет цели рисовать как-то супер реалистично такой цели реалистично правильно у меня такой цели нет мне важно до вас донести то что я чувствую и в рисовании я считаю чувства тоже очень важны не было много моментов когда ученицы приходили ко мне с потухшими глазами говорили даша ну вот как так вот я вот не все говорят идти изучать правила вот что в акварели то в акварели все важные всякие сложные правила а я слушаю это все понимаю что человеку сейчас это не нужно может быть ей вообще никогда это не нужно потому что есть у нас люди которые через правила живут есть те которые через чувства и ко мне приходит чувствующий человек ему нужны чувства эмоции проявлять себя на бумаге на холсте а я его сейчас правилами подавлю и такому человеку я говорю вам не надо давайте просто рисовать отталкиваясь вот так начну заливать сначала небо как всегда я мочу ну и в общем у меня часто такое было что я девчонкам говорил вам не надо поэтому любые правила которые существуют считаю надо сначала прикинуть нужны ли они мне или нет вот так что мы сегодня посмотрим будем ему какие-то правила нарушать заливаем небо у меня тут есть несколько несколько таких цветов что-то здесь импортные нет нет наверно наверно ну вот это все точно питер вот это питер новой красочки я совсем недавно эту коробку достала вот несколько дней назад я еще не разобралась не помню цвета у меня тут видите даже цвета еще не все вторая маленькая коробочка она у меня в геленджике и с ней как-то мне больше понятно потому что я из нее что-то рисовала я ее внимательно собирала когда туда ехала а эту давно я не пользовалась и надо тут будет посмотреть какие-то цвета я вижу уже их тут не хватает вот а какие то надо я все равно все заполнить это что номер пол пустая стоит смотрите я всегда использую этот прием сначала я мочу кусочек потом я в него вложу цвет чтобы у меня одно в другое не потекло например небо в воду я ведь она мочила только небо воду я не мочила но я могла бы если бы я понимала что я не буду с вами долго болтать и я ни на что не отвлекусь и я быстро успею сделать затек то я могла бы намочить всю воду с небом вместе и с ними работать но мне в данном случае сейчас легче так чтобы понимала что я могу с вами поболтать посматриваю еще что там у вас видно так ну давайте теперь зальем воду смотрите я мочу воду не дохожу до до границы с небом сейчас покажу как я буду этот стык и здесь оставляю несколько беленьких вообще мне есть такое было очень сильное желание сделать серию вот таких работ вот примерно такого вот жанра вот как сейчас я рисую вот этот вот пейзажик я прям очень хотела но не очень я понимаю к эти волны эту пенку воду воды рисовать в быстрой техники и поэтому мы сейчас посмотрим что у меня получится так помните сказал что крайне мочила теперь я беру кисть важно с моей тут влажный подхожусь по краю в принципе высох у меня такая бумажка которая быстро сохнет моя одна из любимых бумажек так наделаем это мне не просто акварель это макарта здесь запись отображено какое-то определенное состояние какое-то состояние души вы кстати мне пожалуйста напишите в комментариях что вы думаете если бы вам вот эта карта попалась какие ассоциации она у вас вызывает что вы видите на ней если это состояние то какое это состояние о чем она для вас вот вы смотрите на карту сейчас еще рано сейчас я дорисую вот просто интересно поэтому я сейчас использую такие заведомо как бы яркие цвета ярче чем я могла бы использовать вот чтобы максимально карты были радостными ресурсными вот чем я буду более темные естественные цвета использовать земляные какие-то охра тем может быть я где-то их и буду использовать в данном случае я рисую какой-то ресурс положительный мне очень важно чтобы глаз воспринимал это через призму приятного состояния доброго легкого нежного может быть даже нежного так я опять не дохожу вот сюда не дохожу до воды потому что все потечет но это вода уже не высохнет за полминуты и за минуту она не высохнет у меня два варианта либо не докрашивать для нее либо ее сейчас выбирать выбирать мне хочется ладно пока пока я тут подберу себе цвет из этих красок в которых я вообще ничего не помню где у меня что лежит еще какая-то низко желтая похоже у меня тут а это охра не охра посмотрим что у меня тут есть вот эту карту я рисовала здесь уже в москве но я совершенно не помню какие цвета я использовала подсыхает зря эти ножки оставила белыми нужны не тут пел вот и теперь я могу подойти поближе краю посмотреть что будет подсыхает не подсыхает сбоку смотрю если большой пузырь вот тут воды не стоит в принципе можно соединить влажной кистью не мокрой можно пройти рядом или даже коснуться вот и в эту каплю мне на весу мне капли не нужная и сухим кончиком кисточки забрала стопа надо сделать ножки ножки надо сделать да для ножек очень мокро кстати вот для такого типа как вот метафорические карты или какие-то а-ля иллюстрации или даже просто для живописи я совсем не против что вы использовали белила или вот эти все разбеленные акварельные цвета абсолютно не против я никогда не была против них ли если вы цветы рисуете абсолютно я не против тут самое главное понимать что если вы делаете какие-то темные предметы намешиваете в смеси что-то несколько цветов смешиваете то вот туда не надо пихать цвет с белилами либо это должны быть цвета схожие то есть например вы берете какой-то разбеленный розовый и с какими-то красными его смешивать это будет цвет для цветка в свету например когда вы пойдете его писать в тени вы туда уже разбеленный цвет не будете пихать ну вот у меня какой-то такой пример на видение если я использую в чистом виде цвет то и конечно лучше бы его туда смешивать потому что белила белила они вам будут портить ладно скажу что нибудь еще пока рисую вот такой я типа линия себе купила он растекается от воды поэтому вот если его делать как в прошлой работе я сначала наносил а потом водой где-то касалось то он растекается видите как в зависимости от задачи в принципе сейчас я буду рисовать как бы поверх по сухую по сухую не тут рук то положить где бы можно у меня вообще опыта иллюстрации а это в принципе получается как бы иллюстрация у меня его практически нет то есть можно по пальцам пересчитать сколько я чего-то такого делал в жизни были какие-то попытки если кто-то что-то меня просил как правило я отказывалась но пару раз я все-таки что-то нарисовал или для себя или для кого-то что для меня всегда было самое сложное в этом голос который в голове кричит ты же не училась ты же не знаешь как надо это делать может быть нужно там вот так может быть нужно сто лет этому учиться я помню что у меня была подруга вера научилась в полиграфе они прямо проходили много чего проходили проходили классиков рисовали что-то по классическим произведениям вот композиция все милану композицию ладно я тоже проходила но тут дело как бы даже не в этом в общем эти правила в голове они звучат что вот как бы вот наверное ты не знаешь наверно надо пойти сто лет на это поучиться надо ли это на самом деле надо ли это мне это уже отдельный вопрос вот такая у меня будет стилизованная вода почему нет и что тут ножки наши высохли не высохли вот так вот надо встречаться надо чтобы Zieем в том что этот линер немножко размывается водой есть свои плюсы давайте мы попробуем их сейчас использовать такую маленькую кисточку у меня было такое выпадание заковырели длительное что я напрочь забыла обо всем какие кисти у меня есть какие краски какие цвета вообще вот эта вся вот информация структурирование названиях она мне в голове не держится она там не живет но какое-то время пока я прямо вот сейчас в этом я могу вам терминами названиями цифрами что-то говорить но стоит мне из-за этого как бы на какое-то время выпусти то все вот и поэтому поэтому я вот такой человек мне я понимаю больше через чувство вот но я все равно понимаю понимаю суть простого вот этой вот именно вопрос в терминах то есть все равно та тема который я долго изучала в акварели что нужно мешать многомпонентной краски для лет поля вот потому что это даст грязь и я за чистую акварель как бы я все равно просто могу не помнить как эти все названия пигмента называются прочее вот но я продолжаю также их не мешать то есть если мне понадобится сейчас смесях что-то делать делать серьезной смеси не так вот для одного пятнышка кстати мне нравится смотреть я сейчас сюда положила какой-то темный красный типа сам скажу даже может быть этот цвет венец и венецианская пурпурная это короче венецианская пурпурная вот и я ее смешала с неаполитанкой вот этой вот такой вот неаполитанкой который мы только что красили это скорее всего сейчас глянем так это вангоговская неаполитанка довольно старенько много лет назад я покупала может быть там уже новые какие-то вышли но не суть вот я их смешала чтобы положить как бы вот такую вот сделать тут нужны холодные по идее а если мы сюда холодный какой-то мешаем то кто раз разбеленный мешать вместе уже как бы плохо то есть надо тогда разбить нам мешать их без без белил холодные цвета и класть но так как у меня здесь идет линер синеватый вы видите он такой синеватый не черный я специально купила себе весь геленджик обошла с мамой там гуляли я говорю мне нужен линер а вот он я купила один какой-то серый другой чуть синеватый то есть два таких цвета потому что черный мне вообще не нравится коричневыми вообще не нравится ярко синий мне не подходит то есть я выбирала какие-то вот приглушенные цвета серовато какого-то синеватого цвета видите вот он вот здесь на чуть-чуть подтекать он очень хорошо дает мне вот это вот то что я сейчас не мешал холодный цветом дает вот эту естественность отлично вот и и кстати я никогда не работала с линером вот это вот тема обводок это вообще не мое это как из иллюстрации это тоже какой-то табу что это типа плохо это беда беда и не надо через это делать это типа дурной тон в акварель и все дела вот но так как мы сейчас с вами собрались тут типа иллюстрации что-то рисуем да и вообще я учусь нарушать все правила если мне это нужно поэтому если я для себя решила что в маккартах да и вообще в любой как бы даже если это будет живопись картины если мне захочется использовать какие-то техники что-то делать против правил я буду это делать если мне этого захочется так я давно для себя это решил пойду сейчас добавить линер в мою работу мне было совсем не сложно потому что я такую установку такое решение себе дала но я вас тоже призываю потому что это сильно нас ограничивает очень сильно ограничивать наши возможности так ну что хочу немножко еще с водой поработать там где-то тоже линия поплывет и мне наверное это даже на пользу вот этому мали пусечная кисточка мне маловато королевство маловато разгуляться мне негде возьмем большую так я вы должна взять какой-то цвет давайте попробуем сама не знаю что тем давайте попробуем хочу как бы и цвет положить в то же время чтобы немножко начал ли не размываться потому что мне нужны какие-то я вообще не люблю вот это вот вот казалось бы человек у которого гиперконтроль то есть я что я в жизни люблю все контролировать и что все было так как я хочу вот казалось бы что мне нужна такая техника которых я смогу контролировать вот если так здраво рассуждать но оказалось что нет мне как раз в акварели нравится тот факт что я не могу ее контролировать и я не хочу ее контролировать а может быть как раз какая-то власть над акварели мне нравится потому что понимание алгоритмы с ней работы дает какую-то возможность действительно вот этого вот контроля вроде бы как она сама по себе и она вода вот это гонит пигмент куда захочет казалось бы она такая спонтанная акварель но с другой стороны если у меня есть какой-то определенный опыт вроде бы как она гонит ее не совсем туда куда захочет до спонтанность какая-то присутствует но в основном все-таки я понимаю эти алгоритмы как их использовать но элемент спонтанность он присутствует он есть он мне нравится мне нравится что я делаю и наблюдаю наблюдаю как она происходит какие-то моменты растекаются красиво мне это нравится где-то происходит совсем не то что я запланировала и если мне это как бы не подходит и я могу туда вмешаться я могу туда вмешаться вот если я туда вмешаться не могу уже по каким-то причинам то я уже буду думать над тем как мне эту ситуацию использовать для себя все-таки завершить чтобы работу не выбрасывать так как это мясо субботный сегодня размышление получилось да как то так я бы еще хотела усилить небо потому что получается что у меня сейчас небо и вода одного как бы тона одного цвета они абсолютно слились и мне по тону придется усилить еще мне от листок высох абсолютно тут топырился и возможно что даже фокус не попадает потому что фокус я вам зафиксировал и фокус экспозицию чтобы они прыгали так сейчас мы учим зальем чем же нового залить где же у меня индика здесь первый раз индика мешают бельями ну что надо когда-то начинать мне хочется чтобы он попадал вот в цвет этих растеков которые здесь получились и смотрите я не выкрашиваю опять равномерную какую-то картину я не люблю вот это все вот равномерно открасить мне скучно я люблю намочить положить провести чтобы она дальше само само растекалась потому что тогда только тогда будут красивые растетки именно мощь акварели и сила в том и кайф который я люблю от нее получать именно в том что вот так она сама себе растекается и тогда она прекрасна и восхитительно если мы абсолютно контролируем то обычно работа довольно скучно и получается хочу еще здесь положить какую-то чуть-чуть эти штучки мы чтобы сюда растеклись и к ним чуть подложить цвета аля песка ну эти маленькие кисточки но иногда приходится умеет формате к такой еще маленький примерно как открытка ну все друзья сейчас сохнет и рисуем птичек так и птичек я хочу тоже немножко не всех я на небо не стал класть там очень мокро не получится надо еще дольше ждать чтобы птички не были вырезаны смотрите что и вообще вот вот этого то что вот этот линия размывается водой мне очень подходит для моих целей потому что я люблю эту вписывать это нежность то что акварель именно как бы вписывается в пространство не просто наверно мне просто повезло что я купила такой который размывается водой ну вот друзья я закончила напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете какие чувства тут много воды лишний какие чувства у вас вызывает эта карта чтобы вы для себя подумали если вы ее увидели вытащили ее в колоде как ресурс то есть вам бы сказали вот для себя сейчас ресурок будет вытащи карту что ты видишь какой-то для тебя ресурс о чем это для тебя вот чтобы вы на этот вопрос ответили напишите пожалуйста и вообще как вам мой новый проект моя идея и это мое видео а с вами была дарья поздняк я вас всех обнимаю и до новых встреч